сегодня суббота 20 апреля московское время 23 часа 1 минута и мы начинаем прямую трансляцию 3 игры весенней серии что где когда 2013 года против телезрителей сегодня играет елена александрова обладатели хрустальной совы михаил мон владимир степанов и алексей капустин магистры клуба что где когда трехкратный обладатель хрустальной совы максим порошок обладатель бриллиантовые трех хрустальных сов капитан андрей козлов против команды андрея козлова сегодня играют лиса подольская висмар капитолина буняшина совет полина плугина приморье игорь петрахов омск сектор блиц екатерина марченко зеленоградский евгений николаев перешеечный светлана сумачакова горноалтайск сектор супер блиц владислав сороклашин ставрополь бурген геваркян калуга варвара николаева москва тринадцатый сектор весенние игры что где когда телезрители против знатоков игра до шести очков счет 0-0 первый раунд добрый вечер уважаемые телезрители добрый вечер уважаемые знатоки господин козлов я вас приветствую я вас тоже по сравнению с прошлым годом вы поменяли рассадку в команде михаил мон и максим поташов поменялись местами поясните телезрителям чем руководствуются капитаны рассаживая игроков за столом думаю многие считают что все садятся как хотят ну на самом деле с одной стороны а вы друзья как не садитесь я не будем надеяться нас не касается я просто хочу нет это очень важно кого как слышишь миша говорит погромче под левую руку макс стал говорить немножко тише я хочу его слышать напротив меня здесь никакие большие чем у госпожу александрову здесь посадили она здесь всегда с первого дня но вы когда когда ее сюда на нее просто очень приятно смотреть кроме всего остального калуга против вас играет гурген геворкян город калуга господин козлов давненько у нас клубе не было детских вопросов посмотрим как вы справитесь вопрос снят самим телезрителям внимание на экран уважаемые знатоки когда моему брату было четыре года он говорил что буква м похоже на да да а а буква а похоже на да нет понимание вопрос покажите как ему такое пришло в голову а м на что было похоже на м помойку а вот так вот для него да и а они все таки казаком м м м хайл м м на да да ну это какие-то разрешающие знаки должны быть разрешения нет почему то почему на да и нет Кивнул. Вариант, Мак. А два раза кивнул, а один раз кивнул, помогал, да. И отрицательно кивнул. Да, да, да. К черточку. Еще раз объясните. Еще раз. М кивнул вот так вот, да. И кивнул вот так вот, как черточка. М вот так. А М это два кивка. М, М два раза головной. А один раз кивка так, один раз так, все. Я понял, все, я понял, да. Максим подошел, отвечает, мы не будем дальше тянуть. Прошу, Максим. Ну, логика детская сложная. Нам показалось, чисто ассоциативно, что буква М, может быть, как-то очень условно изображена, как два кивка. Вот так и вот так. А буква А, как кивок и отрицательное покачивание головой, перечеркивающее эту букву. Соответственно, получается, да-да и да-нет. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Внимание на экран. Уважаемые знатоки. Когда мы хотим сказать да, мы зачастую киваем головой. А когда нет, показываем вот так. Моему маленькому брату сказал, что когда киваешь два раза, ты как будто пишешь головой букву М. А когда показываешь головой да-нет, то получается буква А. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемые телезрители, в этом сезоне интересы знатоков защищает директор департамента коммуникации госкорборации «Росатом» Сергей Новиков. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, господин ведущий. Я хотел вам сказать, что, как и обещали, мы сформировали шорт-лист кандидатов в команду «Росатома». Скажите, что такое шорт-лист? Да, ну, список наиболее вероятных кандидатов, прошу прощения за вот это иностранное заимствование. И больше того, сегодня вместе со мной присутствует кандидат в «Капитаны» команды «Росатома». Да, ну, как мы определили, это Константин Рудер, он приехал специально из Челябинской области. Он работает на предприятии «Маяк» специалистом по экспорту радиоизотопов. Константин, скажите, пожалуйста, а что такое, что по изотопам? Специалист по экспорту радиоизотопов. Вы продаете? Ну, грубо говоря, мы экспортируем за рубеж и сопровождаем продажу изотопов. Скажите, а почему вы решили попробовать себя в качестве знатока? Ну, во-первых, я давно достаточно играю в «Что, где, когда». То есть, я вас не видел. Ну, на студенческом уровне, на уровне города. А, понятно, так. Вот, и, во-вторых, так как «Росатом» взялся продвигать нашу команду, то я просто не мог не поучаствовать, не попытаться защитить нашу отрасль. Ну, желаю вам оказаться за столом нашей встречи в первой игре летней серии. Провожаем игру «Второй раунд». 13.tvigra.ru – это адрес в интернете, по которому вы можете прислать вопросы в 13-й сектор. Напоминаю, что вопросы принимаются только во время прямого эфира. А когда «Волчок» выберет 13-й сектор, сыграет лишь один из вопросов, присланных на эту игру. Господин Козлов, я очень надеюсь, что игра у нас с вами сегодня будет напряженной, а то как-то в этой серии 6-2, 3-6 все время борьбы нет, все в одни ворота. Вы не против? Мне кажется, что у нашей команды, даже если мы крупно побеждаем или, не дай бог, крупно проигрываемся, но получается как-то напряженно. Давайте мы с вами договоримся, если в вашу сторону пойдет, вы там что-нибудь не ответите, а если в мою, то я… Я думаю, вы сами справитесь, если в нашу сторону пойдет. Ставрополь. Работать. Против вас играет Владислав Сараквашин с внучкой Дашей. Город Ставрополь. Внимание! Борит. Итак, господа, перед вами минерал Борит. Его еще называют тяжелый шпат. Знаменитый русский минеролог Александр Ферстман писал, что минерал этот всегда имел дурную репутацию, а в Германии одно время его вообще запретили добывать. Внимание, вопрос. Как использовали этот минерал некоторые торговцы? Вы давай за алмаз? Вы давай за алмаз? Вы давай за алмаз? Да, да, да. Не, 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 не. Может, его отравляли как… За алмаз похож, очень круто. Может, его отравляли как… И обрабатывали… Похоже на сахар там, не знаю. Давай, зачем сахар подавать? Он дороже, чем сахар. Крусаль может быть. В нем прятали алмазы, у него проломление похожее. А как ты его снял? Да, дырку же надо сделать. Может, из него-то циркония? Вытачивали тупо алмазы из него. Поддельный… Как он тяжелый, да? Может, его добавляли для веса. Кристаллик этого добавляли для веса. Куда ты его добавил? Сахар или соль? Нет, это не может быть. Да нет, ну это же дорого. Он дороже. Еще варианты. Он тяжелый именно, поэтому для веса добавляли. Чтоб тяжелее было, чтоб можно было проще. Не, ну он сам по себе очень дорогой. И что? Мы-то все запретили добывать, а именно запретили. То есть это была серьезная. Дурная слава была. Это явно имитация. Имитация либо алмазов, либо кыр. Подделки – это есть версия. Ядовитый. Он ядовитый, может быть, какой-нибудь? Да он нет. Ну я его и завтра. Нет. Абсолютно он нерастворимый, ничего. Ты им ничего и не поделаешь. Ни соль из него не получится. Ничего из него не получится. Дурная слава. А именно поэтому, наверное. Может быть, вместе с золотом, вместе с артурой. Итак, прошу, кто отвечает? Отвечает химик Алексей Капустин. Прошу вас, химик Алексей Капустин. Поскольку вот даже при таком визуальном изучении этого кристалла видно, что у него очень хорошие грани, то можно предположить, что из него делали имитацию алмазов, которые недобросовестные торговцы, ну как бы их выдавали за настоящие алмазы. Чтобы не было путаниц на рынке, этот минерал запретили добывать. Господин Капустин, а вы считаете, что, ну, во-первых, вы считаете, что действительно это можно выдать за алмаз? А он такой вот очень тяжеленький и вполне может быть. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Гозлов, смотрите, как вам господин Степанов все разложил. Он услышал, что тяжелый, значит, можно куда-то подмешать. А дело в том, что недобросовестные торговцы размешивали его в порошок и подмешивали в продукты – муку, соль или сахар, чтобы увеличить вес. Дорогой он или похож на алмаз – вам в вопросе никто не говорил. А вот что он тяжелый – говорили, и Владимир за это ухватился. Вы его версию не выбрали. 1-1. 50 тысяч рублей от Банка Москвы получит Владислав Сараквашин с внучкой Дашей из Ставрополя. Интересно телезрителей в этом сезоне защищает вице-президент Банка Москвы Владимир Верхашинский. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Владимир. На прошлой игре вы выбрали лучшим вопрос об оклоплях, помните? Помню, конечно. А после этого я хочу вам рассказать, что на нашем сайте tvigra.ru провели голосование, и этот вопрос занял лишь третье место, а первый занял вопрос о Ван Гоге. Лично я уважаю ваше решение, но если можно, поясните телезрителям, какие вопросы вам нравятся, что им вообще присылать, что вам понравится. Вот как вы выбираете, этот понравился, этот не понравился. Вот про Барит, вам понравился вопрос? Понравился, господин Юрьевич. Ну, все мы люди. Речь идет не о ошибке, не об ошибке, а о принципе. Я хочу от вас принцип услышать. Что вам нравится? Принцип такой. У каждого из нас есть какие-то свои собственные ассоциации. И вопросы могут нравиться просто по-человечески. Ну и плюс мне нравятся вопросы, которые не просто на эрудицию, а вопросы, которые требуют, помимо знания, еще и логики и подумать. Благодарю вас. Господин Гусенин. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы ведь десять лет выбирали лучший вопрос. У вас опыт большой. Поделитесь своим критерием. Какой вопрос для вас лучший? Как вы выбирали? Господин Гусенин, мне кажется, я не смогу ответить на этот вопрос. Я внимательно слушал коллегу и понимаю, что это очень сложный вопрос, потому что нет таких критериев, мне кажется. И не можем... А может, это лучший вопрос выбирать там как девушку, просто которой нравится? Нет. Ну, безусловно, это имеет место быть. Но вот что я хотел бы сказать, что выбирается не столько вопрос, сколько ответ на него. Потому что все-таки у нас, кроме вопроса, есть минуты обсуждения, да? И все вместе это представляет некий маленький эпизод. И часто тот процесс, который происходит за столом в виде ответа на вопрос, он и добавляет вопросу красоты, остроты и привлекательности. АПЛОДИСМЕНТЫ Это рецепт охранения традиций нашего клуба Григория Гусенинского. Да, господин Грихашинский, я слышу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Тоже такой интересный аспект. Ко мне во время рекламных пауз подходят разные участники игры, и каждый дает совет относительно того, что может быть лучшим вопросом. Вы удивитесь, как разнятся мнения. Это раз. И два... Я в этом абсолютно уверен. И два, если позволите, немного заднее число, но тем не менее, хотелось бы поощрить молодых людей из Калуги 20 тысяч рублей от Банка Москвы за такой креативный и интересный вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы имеете ввиду первый вопрос? Да, абсолютно так. Про буквы А и М. Благодарю вас. Продолжаем игру. Дритером. Уважаемые телезрители, если вы хотите в этом сезоне сыграть против лучших команд знатоков, присылайте свои вопросы по электронной почте адрес вопроссобакатогоигра.ру, либо по почте 127-427 Москва, улица Академика Королева, 12, программа «Что, где, когда». Напоминаю, что в этом сезоне Банк Москвы увеличил призовой фонд в два раза и в прошлой игре средний выигрыш телезрителя составил, кто может быстро посчитать, 100 тысяч рублей. Ну, если призовой фонд 600 тысяч, а выиграли 6, то в среднем 100 тысяч рублей. Посмотрим на стол. Москва. Против вас играет Варвара Николаева, город Москва. Внимание, черный ящик. Об изделиях, которые сейчас находятся в черном ящике, писатель Танено Беноквиста сказал. Они представляют собой, Михаил, настоящую вселенную, всех превращений которой не представляет даже самый утонченный любитель. Целая геометрия прямых и кривых линий, полнот и пустот, которые могут варьироваться до бесконечности. Наивысшее проявление формы. Внимание, вопрос. Что же в черном ящике? Слушайте, они тут стекляшечки готовы. Еще варианты. А там кривые прямые линии. Что-то объемное должно быть. Прямые кривые. Это изделия. Шахматы красиво. Шахматы. Шахматные фигуры. Ходят они по прямой, а сами они кривые. А кривые линии. Сами они кривые, а ходят по прямой. Еще варианты. Изделия. Это изделия. Сыр какой-нибудь с дырками, не знаю. Прямые, кривые. Прямые. В чем пустоты? Кружева, не знаю. Бесконечные формы. Кружева. Кружева. Кружева прямых нету. Кружева. 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 Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Максим, имя автора этой цитаты вы помните? Я понимаю, что фамилия. Известный итальянский писатель. Французский. Французский писатель, но имя у него какое? Танино. Танино. То есть итальянское. Итальянское имя. А что такое известное итальянское? Макароны. Изделиями. Целая геометрия прямых и кривых линий. Полнот и пустот. В черном ящике макаронные изделия. Ну, вы даете. 2-1. 60 тысяч рублей заработала Варвара Николаева из Москвы. Поздравляем ее. Господин Козлов, честно говоря, Волчок вам пока выбирает не сложные вопросы, а счет 2-1 в пользу телезрителей, поэтому ваша задача будет брать сложные. Счет 2-1, пока впереди телезрители. Четвертый раунд. Господин Козлов, у меня к вам такой вопрос. Скажите, неужели вы волнуетесь? Вы там какую-то, я не знаю, уже игру играете, ну проиграете и проиграете. У каждого из вас всякое бывало. Получайте удовольствие. Вы знаете, честно скажу, я сам удивляюсь на себя, что мы по-прежнему волнуемся. Я в клубе с 86-го года, страшно сказать, и сам думаю, а как же так выходит, что все равно волнуешься. А, наверное, я как-то отвечал на этот вопрос. Нельзя не волноваться и садиться наиграть. Нельзя равнодушно к этому относиться. Вы знаете, я, честно говоря, 199-й раз играю со знатоками и тоже немножко волнуюсь. Вот-вот-вот. Горно-Алтайск. Внимание. Против вас играет библиотекарь Светлана Сумачакова, город Горно-Алтайск, республика Алтай. Максим, я знаю, вы ведь искренне любите казахские загадки. Жить без них не могу. Я вам припас одну. Разгадайте старинную казахскую загадку. Старинную. Один ворсовый ковер, один безворсовый. Что-то, как капуста. Это математика, математика. Еще вариант. А у них есть такой вообще растерянный? Старинная. А может, это кровь, республика, республика. Что-нибудь язык, язык и нёба, язык чершавое, а нёба гладкое. Слушайте, ну кто же, что-то. Старинная загадка тебе у вас скажет. Не обязательно брать две стороны, может быть и нет. Один ворсовый, один безворсовый. Может быть, это степь и озеро там. Туглянка. Ну нет. Ну и что, вон мой случай. Снаружи она. Я просто пытаюсь что-то найти. Ничего. Слушайте, а может быть, это конь и седло. Вот конь ворсовый, а седло безворсовый, нет? А еще вариант исторического. Один ворсовый. А еще воню, юрта как-то. Два пальца, что-то. Борода. Нет, а может быть, это носок. И на нем валенок, не знаю, но там не было. Может быть, сапог какой-то там. Сверху ворсовый, снизу, мотивация. Стрела. Нет, один, ровно он. Или перчат. Ну а что? Итак, ну это непростой вопрос, и тем не менее, кто отвечает? Елена Александрова. Елена Александрова. Прошу вас, Елена. А вы любите, когда вас Елена называет или Алена? Да хоть горшком, это не так страшно. Ну вот... Итак, старинная казахская загадка. Казах в старину придумал загадку. Ну вот много версий за столом, про шапки, про землю. Вот, про... Так, ну надо же... Про бороды, да. Вот. И, прошу, ваш ответ. Но в результате ничего лучшего, чем... М? Но... Ничего лучшего, чем математичка листа, который с одной стороны гладкий, а с другой шершавый. Чего-то вот не придумалось. А теперь, внимание, правильный ответ. Что, господин Каташов, что вы хотите сказать? Что хотел, уже сказал. А что видел в старину казах вокруг себя? Степи. Один ворсовый ковер. Степь при этом и степь зимой. А один над ним. Безворсовый. Земля, как вы говорили, и небо. Земля. Земля половилась. И небо. 3-1. Не слабо. 70 тысяч рублей получит Светлана Сумачакова из горно-алтайска. Пятый раунд. Пятый раунд. А что? Господин Каташов, а вы ведь сегодня проводите 49-ю игру в нашем клубе. Больше вас сыграл только Александр Друзь. Скажите, за все это время, какая игра вот за 19 лет вам больше всего запомнилась? Ваша. Помнится всегда последнее. Все остальные сбываются. Не первую. Вы первую не помните, да? Первую как-то помню. Ну а что бы ни было интересного? Помню вопрос про флаконы с запахами. Которой отвечал Миша Смирнов. Удачно? Да. Последний был. А вообще больше запоминаются удачные ответы или неудачные? По-разному. Мне никакие не запоминаются, честно говоря. С вами удобно. Можно играть в какие-то и те же вопросы. Перешейчный. Внимание, работаем. Телезрительница Варвара Николаева уже сыграла, а сейчас против вас играет грузчик Евгений Николаев, поселок Перешейчный, Алтайский край. Вам нужно, господин Козлов, это я пытаюсь вам помочь. Помните нашу договоренность, да? Да. Вам нужно сейчас расслабиться. Да? Смотрите внимательно на экран. Вопрос снят нашими корреспондентами. Внимание. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Шведский король Оскар II строго наказывал своих подданных даже за мелкие провинности. Но однажды, во время очередного путешествия в крепость Карлстон, простил весьма серьезную провинность. Видимо, король оценил чувство юмора провинившегося, который сказал, Ваше Величество, страна так поднялась за время вашего правления? Внимание, вопрос. Что же произошло во время этого путешествия? Понятие вопрос. Понятие? Да. Он залезал на груз, он был старый, уже залезал на груз. Налезать на груз было тяжело. И что? Он задохнулся. Он сказал, что земля поднялась за время вашего правления, а теперь залезать вам стало сложнее. А почему не наказала что-нибудь? Почему его... Ну, слушай, если крепостные стены были низкие, а эта земля... Почему у тебя стены такие низкие? Страна поднялась. Вот там, по-моему, горка какая-то была. Нет. Он ее, смотри, там ее, видимо, строили, построили мало. Да, да, да. Он просто не очистил что-то, а вот... А вся страна поднялась, флаг не подняли. Не подняли флаг. Не, невысокий флаг, что... Не достаточный высокий флаг, что... Страна поднялась, что значит? А кто ему так отвечал? Он, кто бы... Вы видели по строительству крепости? Ну, не сказали солдат, да? А какая еще провинность может быть? Там, проукла нету. От Чиганова нету. Ну, смотрите, ну, его не встречали в путешествии. Должны встретить как-то. Как встречали? Флаг поднимали. Не обязательно встречали. Страна поднялась, что-то выросло. В пути, в пути. Нам сказали, путешествие в крепость. Наслили на это внимание. Мне кажется, от крепость надо танцевать. И что? Давай, стены так. Стены низкие. Ну, они с ним могли прийти. Итак, тишина. Тишина. Кто-то отвечает. Кто отвечает? Отвечает Михаил Мун. Итак, господин Мун, еще раз. Да? Да, да. Было какое-то путешествие, очередное, очередное путешествие, путешествие какое-то, и была провинность подданного, который сказал, Ваше Величество, страна так поднялась за время Вашего правления. Что же произошло? На что он это сказал? Ты изменишь ответ? Значит, я полагаю, что во время путешествия король обратил внимание на плохое состояние дорог, глубокие колеи и ямы в этих дорогах. А подчиненный ответил, что это не ямы, дорога вот такая была, просто окружающая страна поднялась. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Козлов, можно я немножко за вас? Скажите, уважаемые знатоки, какие бывают путешествия в принципе? Конные, бешеные. А еще? Морские. Морские бывают. Морские бывают. Вы это даже не обсудили. Если морские и поднялась страна, Ваше Величество, страна так поднялась за время Вашего правления, такими словами оправдывался капитан, когда посадил на мель корабль, на котором плыл король Оскар II. 4-1. 4-1 в пользу телезрителей и 80 тысяч рублей заработал и Евгений Николаев. Сегодня телезрители Николаевы выигрывают. Уважаемые телезрители, госкорпорация «Росатом» учредила приз «Хрустальный атом». Его будет получать лучший знаток каждой игры. «Росатом» — корпорация знаний. А определять лучшего будет Сергей Новиков. Поскольку вот есть череда неудачных вопросов, мне кажется, нужно дать знатокам опыт ответа на вопросы, где ответ они эти знают. И поскольку коллеги продолжают нам пользоваться как ресурсом задавать такие вопросы, если Вы мне позволите, я несколько задам, потому что среди них есть... Давайте только на волчке, потому что слышно лучше. Давайте шестой ром. Прошу вас. Господин Козлов, с какого возраста нужно смотреть, что, где, когда? Детский вопрос. Прямо вот с младенческого. Даже если он ничего не понимает, будет растет. И отсюда вопрос к господину Степанову. Играют ли ваши дети в что, где, когда? Ну, как так? В семье есть кто играет. А вот пришел вопрос из Снежинска, где следят за судьбой господина Капустина и спрашивают, а почему ваши дети не играют в что, где, когда? У меня дети играют, играли. Скоро внук будет играть. И еще есть одно приглашение господину Коташову, который не доехал до атомного ледокола из Нововоронежа, спрашивает, может быть, вы тогда приедете на Воронежскую атомную станцию, вас там ждут, Коташов. Очень привлекательное предложение. На стол, на стол. Смотрим на стол. Тринадцатый сектор. Интернет против знатоков. В ответственный момент выбыл тринадцатый сектор. Прислали уже 12 086 вопросов, и сейчас компьютер выберет один из них. Данила Дьякович, школьник из Самары. Внимание, вопрос. Александра Убольта спросили, почему он не кладет в кофе сахар и молоко. Он ответил, раз в чашке нет ни молока, ни сахара, значит... Там больше кофе. Там больше кофе. Не понял. Больше кофе. Сахар вытесняет и молоко вытесняет. Больше кофе. Чистый кофе. Еще варианты. Если, раз в чашке нет ни молока, ни сахара, значит... Мольта спросили при этом. Кофе крепче. Еще. Значит... Больше, собственно, кофе. Ну, что, ну... Еще варианты мне нужны. Ну, что такое, это понятно. Сахар же и кофе. Значит, видно, что это именно кофе. Больше воды, наоборот, как-то, или что? А, может быть, значит, это мой кофе. Можно отличить от других. Ну, он единственный, собственно... Ну, не знаю. Ну, нужны другие вещи. Почему он не кладет кофе и сахар? Кофе, сахар и молоко. Ну, стремая вода. Нет, кофе... Не сахар, значит, кофе крепче, да? Что? Не крепче. Больше болезней. Больше болезней. Чашка. Чашка. Очень вкусно кофе. Если в чашке. Да. Конечно. Ну, это странно. Да, но... Больше воды. Болезни. Меньше воды. Именно в чашку, понимаешь? Раз в чашке, все-таки, наверное, с этим... Он темнее. Паташов, прошу вас. Ну, нам кажется, что логика тут следующая. Что Вольт объяснил, что хочет именно кофе, а не что-либо еще. А если, соответственно, в чашке нет ни молока, ни сахара, значит, там больше, собственно, кофе как такового. Ответ понятен. А теперь давайте посмотрим на экран. Внимание, правильный ответ. Значит, в ней больше кофе. Максим Паташов, 4-2. Второе очко своей команде приносит Максим Паташов. А сейчас, внимание. Судьба главного приза весенней серии «Что, где, когда» определится в следующую субботу, 27 апреля. Если в финале победит команда телезрителей, то автор лучшего вопроса получит «Крустальную сову» и карту Банка Москвы на сумму 300 тысяч рублей. Если же в финале победу одержит команда знатоков, команда Виктора Сиднева, то лучший знаток этой серии получит и «Хрустальную сову», и сертификат на 300 тысяч рублей. Седьмой раунд. Господин Капустин, вы напомнили мне, действительно, в прошлом году вы стали дедушкой прямо во время игры, да? Ну, моей заступили немного. Скажите, а вас вообще обрадовало это или вам не нравится, что вы стали дедушкой, вам не нравится тема? То, что я дедушка не страшно, то, что жена бабушка. Переживаете, да? Давайте тогда про вашу любимую тему. Что новенького в этом году вы посадите в огороде или уже посадили? Может быть, когда-нибудь вы доедете до меня, и мы это сделаем вместе? Ну, вы скажите, что посадили, а я тогда к осени подъеду. О, я тогда столько лопат и тяпок припишу. Но вы знаете, в этом году действительно была безумная весна даже у нас, и мы сажали все в снег. Это в Москве тепло. Все-таки не Блиц, а Зеленоградский. Против вас играет инженер Екатерина Марченко, поселок Зеленоградский, Московская область. Господин Козлов. Да, это я. Смайл. Что? Смайл. Улыбаюсь. Wave your hands. Talk to me. Этому набору фраз в США учат даже детей. Внимание, вопрос. Зачем же даже детям нужно знать эти фразы? Улыбнись, помаши руками, поговори со мной. Может, это буква, ну, как-то, логопед, чтобы произвести все буквы. Улыбнись, помаши руками. Что-то с врачом проверка. Учат... Инсульт, нет? Я же детей учу. Инсульт, не знаю. Потому что, когда улыбаешься, это... Подними руку, ссуришь, поговори со мной. Поговори. Проверка произношения. Проверка изношения, по-моему. Вы изговорили за детей, то есть, если у вас на первую помощь оказались? Скажи мне, скажи, покажи мне. Ну, тебе специально перевели. Ну, мне кажется, что... Кривая... Слушай, тогда бы не говорили по-английски. Это сказали именно по-английски. А потом тебе перевели. Не обязательно именно инсульт, но просто... Улыбнись, помаши руками, поговори со мной. Он же слушает, как он говорит, маленький. Во версии минуты. Учат даже детей. Двигаются ли руки в состоянии... Среди реакции. Грамма кровотечения, чтобы... Может, помощь вас не было? Я могу сказать. Мне кажется, что логопедом. Ну, что там еще? Почему даже детей? Я взрослый. Мне напоминают... Итак, прошу, кто... Тишина. Минута закончилась. Да, если бы не был счет 4-2, я бы не сказал бы сейчас, что я хочу взять помощь клуба. А так, я хочу взять помощь клуба на этом моменте. Итак, уважаемые знатоки... Тишина! Вот так все. Помощи не будет. Так, госпожа Авдеенко, господин Аскеров, либо вы удаляетесь из зала... Я еще время не давал. Либо вы удаляетесь из зала, либо команда помощь не получает. Оставайтесь. Уважаемые знатоки, гости нашего слуха, у вас есть 20 секунд, чтобы помочь команде. Такая же версия. Такая же версия. Такая, такая. Такая же версия. Рассказно, пожалуйста. Рассказно, давай. Я знаю. Я знаю. Если есть подозрение на интернете. Хорошо. Я все знаю. Это уже похоже. Итак, о чем кричали эти люди? Эти люди кричали очень громко. Лена Александрова сейчас изложит свою версию услышанного. Прошу вас, Елена. Лена Александрова изложит свою версию, но которая была подтверждена услышанным. Значит так. Это тонкое замечание. Чтобы... Вот при подозрении на инсульт нужно проверить несколько важных вещей. Если человек улыбается при инсульте, улыбка будет кривой. Он сможет улыбнуться от одной половины рта. И он, возможно, не сможет помахать какой-то рукой. И при разговоре он может переставлять буквы в словах. Он не сможет членораздельно сказать сложную фразу. Поэтому эти вещи, они нужны для быстрого определения инсульта. Потому что если это быстро определить, можно человека успеть спасти. И даже для детей это может быть полезно. А дети кому говорят? Это им чего? Врачи? Ну, нет, ну, неважно. Так, господин Друзь, даже вы отвечаете на этот вопрос, но это точно не ваше. Вы шутите, господин Друзь, я вам шучу. Как рыба об лёд. Что вы так переживаете? Вы сейчас уже спите на плече Сиднего. С модер-модер. Итак, кому дети говорят? Я не буду придираться просто, но объясните. Кому дети говорят эти слова? Это, эти признаки должны знать все, вообще-то, чтобы при необходимости доставить человека к врачу. То есть, если, например, ребёнка учишь, что если там бабушка или дедушка не реагируют на эти фразы, значит, срочно надо говорить папе и маме. Правильно? Да. А здесь, внимание, правильный ответ. Господин Кослов, я только не понял, почему вам не понравилась эта версия в исложении Елены. Я же сказал, потому что счёт 4-2. Было очень страшно. Страшно вам. Господин Кослов, неужели вам бывает страшно? Скажите мне, я помашу вам рукой и улыбнусь. Помогает выявить симптомы инсульта. 4-3. Вы знаете, шутки шутками, господин ведущий. Но когда со мной эта неприятность именно здесь аккуратно случилась, то не было человека, который мне сказал улыбнись и попросил пахать рукой. Кстати, господин Кусельников, вы бы тогда могли. 4-3 в пользу телезрителей. Мы начинаем восьмой раунд. Господин Веркашинский. Да, господин ведущий. Скажите, а телезритель, который играл на предыдущий вопрос, телезритель Екатерина Марченко, получит компенсацию от Банка Москвы? С одной стороны, вы выплачиваете компенсацию, когда ответили только с помощью клуба. Здесь ответ за столом был. Поэтому вы вправе и выплачивать компенсацию, и не выплачивать. Как вы хотите? Господин ведущий, я думаю, что ответ был на столе уже на 10-й секунде этого раунда, и поэтому я считаю, что выплачивать компенсацию в этом случае не нужно. Не нужно. Господин Друзь, вы не против? Ну, все же решал капитал, ему надо было подтверждение, поэтому... Я про компенсацию. Я говорю бы, наверное, стоило бы, но... Ну, не надо. За базар я не отвечаю. Вот этого не надо. С очень Друзь, говорите. Итак, и тут супер-блиц. Три вопроса, по 20 секунд размышления на каждой играет один знаток. Господин Козлов, надо оставлять самого уравновешенного. Владимир Степанов будет играть. Владимир Степанов, чтобы вам одержать победу в этом раунде, нужно ответить на три вопроса подряд. Вы готовы? Ну, попробуем, чё ж. Итак, внимание, вопрос первый. Против вас, Владимир, играет Инна Писклюкова из Ахтубинска. Посмотрите на памятник, установленный в этом городе. Инна просит вас назвать профессию и специализацию людей, в честь которых установлен этот монумент. Итак, Владимир, профессию и специализацию. Если и профессию, и специализацию, то, скажем, лётчики-испытатели. Лётчики-испытатели. Теперь, внимание, правильный ответ. С вами Газалов. Да. Крыло и кара. Прерванный полёт. Это монумент, посвящён лётчикам-испытателям. Господин Степанов, супервлиц продолжается. Кстати, если вам что-то нужно рассмотреть, вы можете смело вставать. Или вам видно. Пока видно. Внимание, вопрос второй. Против вас играет Наталья Багульская из Вологды. Посмотрите на памятник, установленный в этом городе. В Вологде. Наталья спрашивает, чему посвящён этот памятник. Итак, чему посвящён этот памятник? Ну, по форме могу предположить, что он посвящён самовару. Самовару? А почему в Вологде? Откуда же я знаю, что у них там в Вологде с самоваром. А что вы вообще про Вологду знаете? Да, кроме резного полисада, наверное, ничего. Но на резной полисад это совсем не похоже. А ещё что знаете про жителей Вологды? Ну, вологодское масло знаю. Про жителей Вологды не знаю ничего. А вот в чём дело, госпожа Александрова, видно, знает. Внимание, правильный ответ. Владимир, автор посвятил этот памятник главной изюминке речи жителей Вологды. Они окают. А памятник посвящён букве О. Красиво. АПЛОДИСМЕНТЫ Ребят, 3-5. 5-3. 5-3 в пользу телезрителей. А Наталья Багульская из Володы получит 90 тысяч рублей. Уважаемые телезрители, счёт 5-3. 5-3 в пользу вас, в пользу телезрителей. И мы начинаем 9-й раунд. Внимание, работаем, работаем. Уважаемые телезрители, я не хочу мешать команде, а вам напоминаю. Если сегодня команда Андрея Козлова сумеет победить, то она получит право сыграть в финале летней серии. А если сегодня победу одержат телезрители, то команда Андрея Козлова опустится на последнее место в рейтинге и будет ждать своей очереди. А в финале летней серии сыграет команда Олеся Мухина. А пятая команда рейтинга нынешнего, команда Балаша Козлова, получит свой шанс уже в летней серии. Господин Козлова, вы торопитесь? Нет. Внимание, ребята. Господин Козлов, вы в последнее время стали забывать правила. Напоминаю вам, что вы можете взять минуту в... Да что ж такое? Минуту в кредит. Работать надо. Внимательно, надо работать. Три вопроса. По 20 секунд обсуждения на каждый. На один из вопросов вы можете взять минуту в кредит. А чтобы заработать четвертое такое важное очко, вам нужно ответить на три вопроса подряд. Господин Козлов, вы теперь много знаете про семейство рутовых. В прошлом сезоне роковым для вашей команды стал вопрос о ложечке для грифрута. Помните? Какие-то вопросы еще помню, да. Вот она вам на память, господин Козлов. Спасибо. Специально для вас. Внимание, вопрос первый. Тот самый Олег Кейер из германского города Верр, который и обыграл вас в прошлый раз, прислал еще одну ложечку, с помощью которой удобно есть плод растения семейства актинидиилых, которые сейчас находятся у нас за кулисами. Что там? Киви, киви. Давайте еще, может, манга, я не знаю. Нет, актиниди это киви практически... Амокадо, нет? Смотри, косточка у нее такая округлая и выносит. Не похоже? Ну она просто... Амокадо это дерево, да. Этим, этим встрыз. В принципе, киви надо есть ложь. Как его еще есть? Слушайте, амокадо, да? Ну, 90, не знаю. Ну что еще может быть? Вот этой штукой что-то проткнуть? Нет, не смех. Кто отвечает? Елена Александровна. Прошу, Елена. Нам кажется, что это плод киви. Это киви, вы считаете? А теперь, внимание, правильный ответ. При помощи этой ложечки, посмотрите, Алена, удобно есть киви. Андрей, господин Гозел, хотите попробовать? Нам еще два вопроса. Андрей, может, не надо? Нет, Андрей, подкрепиться сейчас, и все будет значительно лучше. Господин Гозел, хотите к вас угостить? Работаем, дорогие мои. Блиц продолжается. Внимание, вопрос второй. Инга Оланцева из Харькова прислала нам приспособление, с помощью которого удобно готовить к употреблению плод растения семейства мятликовых, который находится у нас за кулисами. Господин Капустин, Инга интересуется, что там? Мятликовая. Кукуруза, что надо очищать что-то. А что очищать? Плод, только кукуруза есть. Мятликовая. Это счищать, конечно. Там семена остаются. Конечно, конечно. Вот так, ведущие. Плод и злаков, только кукуруза, я больше не знаю. Мятликовая. Да, счищать, счищать. Да, 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 именно семя семя счищается, а початок остается. Хорошо. Итак, прошу, кто отвечает? Алексей Капустин. Алексей Капустин. Я думаю, что этой штукой очень удобно сдирать зерна с початка кукурузы. Внимание, правильный ответ. С помощью этого приспособления удобно отделять. Посмотрите, господин Капустин, как это делается. Зерна кукурузы. Господин Каслов, я думаю, что вам обязательно нужно съесть кусочек перед третьим вопросом. Секунду, дайте прожевать. Итак, решающий третий вопрос. Секундочку, секундочку. Молчу. Тишина в зале. Сейчас дожуем. Секунду. Мы готовы отвечать. Внимание. Зинаида Рукасуева из Одессы прислала нам приспособление, с помощью которого удобно готовить к употреблению плод растения семейства пасленовых, которые сейчас находятся у нас за кулисой. Пасленовые помидоры вырезать. Зинаида интересуется. Что там? Ну, помидоры. А снорного баклажан, кстати. Помидоры, баклажан, картошка. Что мы знаем? Это вырезайте этот хвостик. Картошку действительно вырезать. Хвостик вырезать из помидора. Ну как, слишком сороку. Нет, картошка и помидоры. Может, перец сладкий? Вот вырезай. О, перец хорошо. Да, да, да. Сперец пасленок. Ну, видимо, речь идет о сладком или болгарском перце. Таким образом вырезается у него хвостик. Сейчас вам распорядитель даст перец, и вы покажете, как это делается. Ну и дай я съем тогда. Справились. Уже ножки не есть. 5-4. Молодцы. Молодцы. Продолжаем игру. Десятый раунд. Сейчас все в нашем руке. Все в нашем руке. Работает. Госпожа Александрова, господин Степанов, господин Капустин, все приложили свою руку в этом тяжелейшем раунде Блиц. А я свои зубы. Ботаники. А я свои зубы дам. Госпожа Александровна, господин Капустин, господин Капустин дал вам запить. Но, честно говоря, я не знаю, что вы предпочитаете. А вы знаете, очень хороший был перчик. Сочный. Как раз он самое оно. Работаем, ребята. Ну, я за вас очень рад. Спасибо. Работаем. Висмар. Да. Работаем. Против вас играет Лиза Подольская. Город Висмар, Германия. Посмотрите на экран. Перед вами выход из зала в старинной ратуши немецкого города Любик. Левая дверь высокая, а правая пониже. Чтобы выйти из зала через правую дверь, нужно было снять головной убор или пригнуться. Внимание, вопрос. Что происходило в этом зале в средние века? Бракосочетание. Мужчина и женщина. Посвящались, посвящались, посвящались рыцарей. Кто-то снимал, а кто-то нет. Король может снимать. Судили, обвинили, оправдали. Заходился. Ратуша, это городской, ну как, это... Бракосочетание, и что? Выходил, имел право не снимать уже. Что? Заходил, должен был снять, выходил, мог не смывать. Никто. Как посвящали что-то. Нет, ну может... Братуша. Ну не посвящали братушу. Какосочетание? Суд, может быть. Дворяне... Тогда оправдали, оправдали, осудили, да? И что, надо снять головную убору, не пригнуться. А может, заходил, кланялся, а выходил оправдал. Слушайте, может, там одновременно какие-то церковные службы происходили? Тогда надо было... Может быть, судьи могли не кланяться, эти... Судьи? А подожди, может быть... Видите, может... Не, 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 это может проходить, не снимаешь ли? Это пара должна проходить. Я думаю, что один и тот же человек, он должен был... Почему? Нет, подожди, может быть, из рабства освобождали, в рыцаре посвящали, что когда входишь... Не в ратуше. Это же пара дверей. И что в ратуше еще может быть? Входишь так, а выходишь так. Ну если там суд, обвиняемые, как бы, если его оправдовали... Суд тоже вряд ли. Итак, итак... А, извините, это только первая сирена. Вот сейчас и так. Итак, господин Козлов, вы сначала выбираете, кто отвечает, а потом я повторю вопрос. Максим Паташов. Максим Паташов, посмотрите, перед вами выход из зала в старинной ратуши немецкого города Любит. Левая дверь, покажите нам картинку, высокая, а правая пониже. Чтобы выйти из зала, через правую дверь нужно было снять головной упор или пригнуться. Что происходило в этом зале в средние века? Господин Козлов. Я молчу. Извините, господин Паташов. Я хотел спросить, вы умышленные не взяли минуту в кредит осознанно. Прошу, Максим, отвечайте. Не пугайтесь, я не хотел вас пугать. Не знаю. Господин Паташов. У нас есть диверсия. Господин Паташов. У нас была с господином Козловым договоренность. Поэтому я говорю, правильная версия за столом была. Вам осталось только выбрать. Я только не знаю, если господин Козлов знает, какой выбрать, почему он сам не отвечает. Я не знаю. Я молчу и смотрю с надеждой на Максима. Андрей доверил отвечать мне. Я скажу, что там происходило бракосочетание. Бракосочетание. Ну, я ответил. Ну, может, я отвечу. И так. А теперь, внимание, правильный ответ. Зал в ратуши. Кто-то выходил из зала, пригнувшись. Пригнуться надо было. Или снять головной убор. Вы имеете в виду, невесте снять головной убор. А кто-то выходил с высоко поднятой головой. Понятно. А теперь, внимание, правильный ответ. В средние века в этом зале, как господин Мун говорил и госпожа Александрова, проходили господин Козлов. Судебное заседание, конечно. Конечно, я не знаю, почему вы переложили этот ответ. На Максима надо было отвечать самому. Ну, как я... Ну, это по вашей части суды. 6-4 в пользу телезрителей. Жалко. Команда Андрея Козлова терпит поражение и опускается на последнее место в рейтинге команд клуба. А в финале летней серии будет играть команда Олеся Мухина. Поздравляем ее и Илью Новикова как единственного представителя. Но это в финале летней серии. А вот имена телезрителей и победителей. 50 тысяч рублей заработал Владислав Сароквашин из Ставрополя. Вопрос о минерале, о барите. Была версия у вас на этот вопрос. 60 тысяч рублей Варвара Николаева из Москвы. Вопрос о макаронах. Тут не было. 70 тысяч Светлана Сумачакова. Горно-Алтайск. Вопрос о небе и земле. О земле было, о небе не было. 80 тысяч рублей Евгений Икаев. Поселок Перешейничный. Вопрос о короле. Тут вариантов не было. 90 тысяч рублей за вопрос о памятнике. Получит Атария Багульская из Володной. И 100 тысяч рублей Лиза Подольская. Вопрос о ратуши. Вот тут, честно говоря, я не сомневался, что на такой вопрос ваша команда уж ответит. И я не сомневался. Итак, внимание, сейчас будет определен лучший игрок команды. Господин Новиков, прошу вас. Господин ведущий, это очень трудный вопрос. Я доверю на него ответить Константину, чтобы он потренировался отвечать на ваши трудные вопросы. Прошу вас. Мой ответ – это Владимир Степанов. Владимир Степанов. Поздравляю вас, Владимир. Вы обладатель Кустального Атона. Господин Верхошинский, а кому достанется приз за лучший вопрос? Господин Верхошинский, 150 тысяч рублей от Банка Москвы получит замечательный вопрос Евгения Николаева про короля, поднятую страну и севший на мель корабль. Поздравляем его. Следующая игра состоится в следующую субботу, 27 апреля, в 23 часа на Первом канале. И против телезрителей будет играть команда Виктора Сиднева. Вы готовы, господин Сиднев? Да. Всегда готовы. А эта игра окончена. Спасибо за игру. Спасибо. Спасибо. Спасибо.